Здравствуйте, меня зовут Андрей Дриер, это программа «Коммунальные патрули» и смотрите в этом выпуске. Аварийный дом, в котором смерть может прийти сверху, а может настичь в туалете. Как вы уже поняли, выпуск этой программы посвящен всего лишь одному дому. Это уже продолжение нашего практически цикла, когда мы в программе «Коммунальные патрули» рассказываем только об одном аварийном доме. К сожалению, таких в Барнауле много. Смотрите, что с этим. С ребенка с улицы идем, и вот это как шара. Это предположительно. Но в таком доме предполагать можно сколько угодно. Все будет близко к истине. Вот, например, чердак. А вот течет талый снег прямо на утеплитель. Течет уверенно, будто так и спроектировано. А вот лестница. Залатана жильцами, чтобы не развалилась, хотя произойти это может в любой момент. А вот сосульки. Снег на этой крыше пока кто-то или что-то не пострадает, даже не планируют убирать. Сделал заявку, чтобы они сосульки сбили. Ну и заявку приняли, а сделать не сделали. Когда сосульки упали на газовую трубу, получается, что труба упала на землю. Ну, могло бы это, сами знаете, газотруба. Дело труба. Так могло произойти, если бы на помощь не приехали сотрудники МЧС. И только в их сопровождении представители управляющей компании. Тогда феноменальные сосульки все-таки удалили. Но, как говорят жильцы, налить убрали, а вот в крыше оставили щели. Хотя она и без того протекала. Ремонт делать в управляющей компании отказались. Вот я проживаю в койком месте. Вот, они говорят, что койком место вам давала администрация. Вот и администрация пускай и решает эти вопросы. Но самое главное, что вопрос в чем, что платишь не администрация, а вживую. Управляющая компания все претензии перенаправляет в администрацию. Потому что общежитие теперь принадлежит городу. А раньше было на балансе ТЭЦ. Энергетики и получали здесь койко-места, с которыми теперь тяжело разобраться. К сожалению, люди не могут решить сейчас вопрос с оформлением в соц.наем. Вот один у нас человек в 30-й квартире, Владимир, решил этот вопрос. А, допустим, в 28-й квартире он не может решить вопрос, потому что непонятно, где этот человек проживает. В 22-й квартире такая же история. То есть неизвестно, а где же он проживает и как, и что. То есть его по-хорошему надо выписывать и все, принимать решение вопроса. Потому что человек не проживает в данном доме на протяжении 15 лет. И нужно заключать договор социального найма. Но администрация города сейчас, на данный момент, ничего не сделала. Не делала ничего и управляющая компания. Отложим в сторону серьезные разрушения. Даже текущий ремонт. УК не убирало снег, не мыло полы, не обеспечивало поступление воды. За воду пришлось бороться. Вот этот кран я месяц целый добивался через прокуратуру, чтобы ЖЭО поставило полностью новое. Давил на них, чтобы они поставили. ЖЭО первый раз обратился. Это самое, оно аварийное, мы ничего делать не будем. Я говорю, ладно. Пошел в прокуратуру. В прокуратуру обратился. Два раза. Вот хорошо, спасибо прокуратура. Спасибо прокуратура. Ни на кого другого у жителей надежды нет. И вообще просветы здесь только в крыше. Там это чисто просвет. Вот, что в данный момент это снег, это и вот это дождь, это, оно просто пробегает, это чисто в квартиру, ну, в комнату. Вот. И получается, что ЖЭО, говорит, за ваши деньги мы только можем сделать это, что, салфаном покрыть. Вот это все. Какие-то полностью дожди. Ну, и вопрос это, что пускай все это делает администрация. Как оно это у вас попадает, это под снос этого дома. Вот, в аварийном состоянии. Именно этим и прикрывалась управляющая компания. Дом был признан аварийным с 2013 году. Это повод сидеть сложа руки. А зачем стараться, если дом скоро снесут, а жителей расселят? Но не расселяют. Уже 7 лет. А вот дом, в отличие от УК, расселения не ждет и сам стремится на все четыре стороны. Уходит. Где-то вот такая щель. Все. Уходит, уходит и уходит. Вот. Получается, расходится. Да, расходится это. Вот. Здесь я штукатурил. Вот. Обратился в ЖЭО. Вот. Начал штукатурить. Окей. Вся штукатурка просто ушла. Вот. Вопрос в чем? Что ЖЭО говорит, это бесполезно это дело. В том году, это, в 2019-м, упал у нас потолок. Это. Обратились в ЖЭО. ЖЭО говорит, это, можете только делать это, так сказать, своими руками. Дом пытаются латать своими руками. Например, Владимир делает это 20 лет. Он за эти годы понял, что не нужно общежития не только управляющей компании, но и администрации города. Просто дело то, что обидно. Администрации мы не нужны. Она нас хочет как? Вот, допустим, дают маневровое. Если ты в маневровое уедешь, это лет на 15. Им отмазка. Снимать жилье, нас тоже говорят, вот, если аварийное жилье, не можете жить, езжайте с ним. А как снимать? Вот у нас Пашка вот живет, он живет давно уже. То есть они сняли, он с семьей. Он говорит, тогда еще можно было. Еще вот администрация как-то платила, помогала деньгами. Вот. А сейчас? Он говорит, сейчас вот вам это бесполезно. Потому что придется собирать кипы документов. А по словам тех, кто компенсацию все-таки получает, на полную оплату аренды жилья ее не хватает. Жильцы на такое не согласны. Администрация предлагает переселять их в маневренный фонд. Но поскольку маневренные дома часто оказываются не лучше аварийных, краевые суды такую практику не одобряют. Октябрьские районы суд и другие суды говорят о том, что переселять в маневренный фонд незаконно в данном случае. Так как дом аварийный, износ у него больше 70% в данном доме находиться. То есть нельзя, да, и дом к ремонту не подлежит. Значит, маневренный фонд переселять незаконно. Маневренный фонд у нас переселяют на время проведения ремонтных работ. С предоставлением достойных помещений, по словам специалистов, будут тянуть до последнего. С такими домами службы, которые обязаны жильцов переселять, придерживаются простой тактики. Сыплют обещания, как из рога изобилия. Вот они нам, как говорили, в 13-м, они нас это самое признали аварийным. В 15-м дадим, в 17-м, уже 20-й. А когда теперь дадут? Неизвестно. Неизвестно и сколько времени у жильцов в запасе, хотя в общежитии есть своя мера. Ну она садится уже 5 лет. Вот как нас это признали в аварийном состоянии. И получается, что она садится и садится. Ничего, уже получается вот настолько, что ли, дверь это укорачивать. В одной из квартир рухнул потолок. Ее обитатели сами закупили средства, провели ремонт. А началось с того, что над квартирой съехал шифер. Как ни странно, иногда к таким же последствиям приводит и ремонт от управляющей компании. ЖЭО нанимало людей, людей нанимало. Они разбили это, мне шифер. Получается, текет руки. Каждый год я делаю ремонт, обращаюсь в администрацию, обращаюсь в ЖЭО. И никто не хочет это делать. Просто говорят, что у нас нет денег, чтобы вам это делать. С плесенью и подтеками пытаются бороться. Штукатурят, замазывают, белят. Но весной, по словам жильцов, все равно комната превращается в душевую кабинку. Соседи снизу приходят воевать. И так во многих квартирах на втором этаже. И не только в квартирах. На этаж в общежитии по два санузла. И в одном из них задумчивого жильца может настичь вода с крыши. Если не хуже. Вот, пожалуйста. Как и в той комнате. Когда-нибудь сядешь на толчок и уйдешь. Обитатели дома воспринимают все с юмором. Одна из граней бессилия. И этот потолок в туалете, как и стены в подъезде, жителям уже никто, скорее всего, не сделает. Не восстановит. Дом ремонту не подлежит. Из законных средств борьбы остается только суд. И надежда, вдруг это поможет поскорее переселиться в достойную квартиру или комнату. Это у нас почему-то всегда происходит только тогда, когда кто-то пострадает. Как это было с домом наемели Алексеев 33, который находился тут в 10 метрах буквально. В 1913 году он рухнул. То есть, видимо, пока вот ничего не происходит у нас. И, к сожалению, у нас никто ничего не делает. Если необходимо, мы будем готовить исковые заявления в суд о предоставлении нормального жилого помещения по договору социального найма, благоустроенного, равнозначного по площади. Ну, можно и выше, если они найдут другое помещение, выше по площади. И также, касаемо собственников, мы будем добиваться, чтобы собственникам выделяли денежные средства. И, как им говорили предварительно, 30 тысяч за квадрат, это ненормально. То есть, это очень маленькая сумма. Здесь достаточно перспективный район, и стоимость квадратного метра жилья, несмотря на то, что оно аварийное, должна быть выше. Иначе, что жители этого дома купят на 300 тысяч, которые им предлагают? Такие же комнаты в таком же аварийном доме. Они и сами гадают, что дальше. Потолок, стены или шифер начнет сползать по сгнившим стропилам. По данным комитета ЖКХ, дом должны переселить в 2022-2023 годах. Но гарантии нет. Не уверен, что этого надолго хватит. Если у вас во дворе, в вашем доме творится такое же, управляющая компания не работает, обращайтесь к нам в программу «Коммунальный патруль». Мы приедем, снимем, попытаемся помочь. А пока, до встречи в следующий вторник. Пока!